Талантам нужно помогать, бездарности пробьются сами, сказал русский и советский литературовед Лев Озеров. Как помочь юным художникам и музыкантам пробиться в профессиональную среду? Как удержать таланты на родине и найти им достойное применение? Вадим Муравьев выяснил, как широкая творческая душа умещается в узкие рамки бюджетного проектирования. Татьяна Серебрякова, молодая художница, она и еще 44 живописца выставили свои работы в Центре современного искусства, в каждой индивидуальной видении мира и его толкования. И хотелось передать, что это бесконечность, то есть нет горизонта определенного, что каждый мы оставляем след на этом пути, а этот путь, он бесконечность. Такие выставки – возможность для молодых художников. Кто-то, глядя на чужие работы, находит вдохновение для своих, кто-то узнает о новых тенденциях в искусстве, а кто-то получает возможность взглянуть на свои картины свежим взглядом. Для художника праздник – это всегда очень интересный момент, потому что ты видишь свою работу со стороны, ты анализируешь, ты видишь свою работу в новом пространстве, и это всегда такой опыт именно осмыслений. Увидеть себя со стороны, увидеть среди такой же молодежи, увидеть, как ты пишешь, как пишут твои собратья. Татьяна преподает в Чебоксарском художественном училище, одной из ступеней профессиональной подготовки, промежуточное звено между школой искусств и вузом. Зачастую знаний, полученных здесь, достаточно, при наличии таланта и трудолюбия для головокружительной карьеры. Выпускницы школы имени Юрьева работают ни много ни мало в студии Дисней, мультипликаторами. Их умения и креативный подход так высоко оценены на Западе, но так нужны на родине. Вернуться из-за океана они вряд ли захотят, да и нужно ли это? Дистанционка – это не только про эпидемию коронавируса, это про пространство без тысяч километров и часовых поясов. Ваше направление, неважно территориально, где находится человек. Он может быть, да, совершенно спокойно учиться, да, в раблевом российском вузе, да, или работать, и получать заказ и работать на республику. Главное, чтобы мы знали о том, что это наши ребята. Вот мне кажется, что как раз профессия, да, художника и все, что связано с этим направлением. Место расположения вообще вторичное. Талант, он мирового масштаба. Таланты мирового масштаба нужны и другим отраслям. Минцифры Чувашии ищут дизайнеров и декораторов. Всех, кто сможет визуализировать то, что еще вообще никто и никогда не видел. Ждут таких и в архитектуре, и в городском хозяйстве. Работы достаточно. Одна программа создания комфортной городской среды. Десятки вакансий. Проекты от детских площадок до креативных пространств. Нам точно не хватает какого-то креативного пространства. По сути, всем художникам что нужно? Нужно дать возможность бесплатно доставляться. Нужно дать возможность занять себя и собрать вокруг себя клуб такой единомышленников. Да, вот у меня, например, сейчас пойти такая же тема. Нам просто нужно где-то всем объединиться. Возможность заработать. В Чувашии 12 творческих союзов. В них мастера своего дела. Те, кто давно в профессии. Только передавая свой опыт и знания, они смогут вырастить себе смену, чтобы талантливые дети смогли найти себя и сами не потеряли. Вадим Уравьев, Татьяна Раевская, Григорий Кривошейн, Республика.